Горсть хлебных крошек и тыквенные семечки. Вот что, на первый взгляд, нужно, чтобы помочь оставшимся на зиму птицам пережить холода. Но так ли все просто на самом деле? Орнитологи часто предупреждают о том, что такая практика вовсе не приносит положительные плоды. 18 и 19 января пройдет ежегодная республиканская акция «Птушки для кормушки», цель которой кроется в первую очередь в правильном понимании того, что действительно принесет пользу пернатым друзьям. Постоянная подкормка птиц человеческой пищей наносит им непоправимый вред и загрязняет окружающую среду. Наша эта подкормка, она велика обмежеванная и в часе, и в просторе. И тушкам на самом деле потребны трошки иншие. Как бы они жили по бажданам, как бы они не отдятали никуда. Им потребны некие элементы природы. Природные элементы, которые мы можем заставить. Алимы на самом деле знищаем. Незразумело для чего. Павлые листья, в которых ховаются бесхребетные. Некие павучки, некие насекомые. Птушки там будут сами находиться, беежусы. Акция длится всего два дня. Однако гродненцам не нужно дожидаться особой даты в календаре, чтобы уделить внимание крылатым товарищам. На базе гимназии номер один существует организация «Экосвет». Здесь школьники и их учителя учатся понимать язык природы и вносят свой вклад в ее защиту. Здесь мы занимаемся природоохранной деятельностью. Ученики профильного химико-биологического класса посещаются в экологии. И, соответственно, активно занимаются экологической деятельностью. Дети всегда с удовольствием принимают участие, очень активные. Но и в связи с тем, что гимназия располагается вблизи Румлева, конечно же, всю свою деятельность мы направляем на жизнь Румлева, чтобы поддерживать порядок, чистоту животных, которые там живут. Идея создания клубов по охране природы возникла почти сто лет назад, когда основатель Гродненского зоопарка Ян Кахановский на месте современного парка Жилибера заложил сад, в котором находилось 830 видов растений. А также на базе Гродненской гимназии основал зоологический центр ботанического сада, где школьники наблюдали за животными в природной среде обитания. Тема экологии напрямую связана с моим профилем. Мне очень интересно рассказывать младшим классам о том, чем мы занимаемся, проводить разные тренинги, семинары, и просто посвящать людей, которые хотят об этом узнать, в том, что лучше делать, как защитить природу. Подружиться с природой и научиться ее понимать очень легко. Главное – не перепутать настоящую помощь с навязанными образами из кинофильмов, в которых люди то и дело, сидя на лавочке, угощают птиц хлебом. В реальной жизни все намного серьезнее. Здесь каждый человек должен сам понимать свои действия, чтобы не оказать пернатым медвежью услугу. Наталья Мельникова, Виталий Рубанов, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова